Здравствуйте, дорогие читатели! Центральная городская библиотека имени Ломоносова предлагает вам познакомиться с книгами, посвященными постановкам Архангельских театров. Нина Борисовна Самойлович «У вас сама жизнь». В книге Нины Борисовны Самойлович «У вас сама жизнь» рассказывается про постановки по произведениям Абрамова в Архангельском театре драмы имени Ломоносова, автор книги, заведующий литературной частью. Также Нина Борисовна пишет статьи для газеты журналов, оказывает помощь детским и взрослым самодеятельным театральным коллективам, участвует в жюри областных и городских конкурсов. В книге «У вас сама жизнь» можно узнать об истории создания спектаклей, почитать отзывы театральных критиков, познакомиться с воспоминаниями актеров и режиссеров, принимавших участие в постановках. Издание сопровождается фотографиями, иллюстрациями и библиографическим списком. Премьера спектакля «Пелагея и Алька» состоялась 23 февраля 1974 года в Архангельском театре драмы. Режиссером постановки выступил Борис Фторов. В спектакле принял участие народный артист СССР Сергей Плотников, исполнивший роль Василия Игнатьевича, председателя сельсовета. Федор Абрамов довольно прохладно отзывался об этой постановке. Писал, что спектаклю не хватает достоверности и северного колорита. Однако и сам писатель, и другие рецензенты отмечали великолепную актерскую игру Бланки Воронковой и Евгении Борцевич. Женщины исполняли роли Мани Большой и Мани Маленькой. Актрисы ярко и правдоподобно сыграли простых деревенских старух. Также в книге рассказывается и о других спектаклях, поставленных по произведениям Федора Абрамова. Среди них «Две зимы и три лета», «Дом», «Пути перепути» Эдуарда Симоняна, Пелагея и Алька, Людмилы Буновой, Сарафан, Марии Критской. В Архангельске с 2007 года проводится фестиваль «Родниковое слово», посвященный Абрамову. В 2016 году в рамках фестиваля в Архангельске показали спектакль «Братья и сестры» Льва Додина. А в 2020 году пришла премьера спектакля «Пряслены. При зимы и три лета» Владимира Хрущева. Постановка была показана онлайн, ее посмотрели даже в других странах. В конце книги читатели смогут познакомиться с записью беседы Федора Александровича Абрамова с коллективом спектакля «Две зимы и три лета» после общественного просмотра спектакля 23 апреля 1978 года. В этой беседе писатель дает свои комментарии касательно сценографии, костюмов и актерской игры. Особенно он выделяет Светлану Невоструеву, исполнившую роль Лиски. «Мы сами создавали свое будущее» «Мы сами создавали свое будущее» — это книга «Путешествия по истории Архангельского молодежного театра Виктора Панова». В ней рассказывается о первом наборе экспериментальной театральной студии, о гастролях молодежного театра, о международном фестивале уличных театров. Эта книга необычная, как и сам театр. Здесь есть архивные фотографии спектаклей прошлых лет, афиши, статьи из газет, дневниковые записи и заметки актеров театра. Кроме этого, в каждой из экземпляров книги вложена карта спектакля «Север» и фотография актера с автографом. А с помощью QR-кодов можно посмотреть трейлер фильма «Эфир», почитать статью о спектакле, познакомиться с дневником Владимира Ратенкова, послушать песни группы Виллы. Книга состоит из нескольких тематических разделов «Студия», «Процесс», «Создание своих миров» и другие. В разделе «Студия» рассказывается о первом наборе в экспериментальную театр-студию. Артисты, попавшие туда, мечтали о создании собственного профессионального театра. В этой главе студийцы поделились своими воспоминаниями и впечатлениями, рассказали о занятиях и педагогах. Актеры в театре-студии не только репетировали и изучали сценическое мастерство, но и развивались как личность, учились думать, чувствовать, анализировать. В разделе «Создание своих миров» можно узнать об истории Международного фестиваля уличных театров. Здесь приведены воспоминания зрителей, посетивших мероприятия. Кто-то ходил на уличные театры всей семьей, а кто-то находил новых друзей и заводил интересное знакомство. Одними из первых спектаклей в театре Панова были постановки «Ночь после выпуска» и «Девочка Надя». Затем спектакли «Не люба, не слушай», «Остановите Малахова», «Три сестры». Актеры ездили на гастроли в Москву, в Польшу, на фестиваль «Дотус Мундус», в Америку, во Францию. Многие из актеров называют театр своим домом, очень тепло отзываются о своей работе, о Викторе Петровиче Панове. В молодежном театре очень любят экспериментировать, пробовать новые, необычные, удивлять зрителей. Например, в иммерсивном спектакле «Шальные ножницы» зрители сами решают, кто из героев совершил преступление. А спектакль «Север» представляет собой инсталляцию, в которой нет актеров, а есть лишь их голоса, рассказывающие о судьбе известных жителей нашего края – Георгия Седова, Артемия Веркальского, Владимира Рязицкого и других. Тимошенко. Замыслы. Диалогия. Театр и художественных образов. В книге «Тимошенко. Замыслы. Диалогия. Театр и художественных образов» собраны беседы Сергея Самодова, директора театра драмы, с Андреем Тимошенко, главным режиссером театра. Он рассказывает об истории создания спектаклей и работе с актерами. Андрей Тимошенко обращается не только к классической литературе, но и к современной драматургии. Его спектакли разноплановые, масштабные, колоритные и новаторские. В книге «Тимошенко. Замыслы. Диалогия. Театр и художественных образов» рассказывается о создании таких спектаклей, как «Царь и Дип», «Прозрение», «Гроза», «Ревизор», «Гамлет», «Спасти камер юнкера» Пушкина. Кроме беседы в книге есть и отзывы о постановках известных деятелей искусства – Сергея Безрукова, Леонида Якубовича, а также театральных критиков и театроведов. В рамках проекта «Школьная классика» был поставлен спектакль «Ревизор» по комедии Николая Васильевича Гоголя. Постановки театра драмы через образы чиновников и самого «Ревизора» исследуется природа человека. Мебель в спектакле намеренно сделана огромных размеров. Сами же актеры и их персонажи по сравнению с окружающей их обстановкой маленькие, хотя им хочется казаться важными и значимыми. Притом это гротескные персонажи, это скорее характерные типажи, нежели настоящие люди. Но вместе с этим зрители им сопереживают и беспокоятся за их судьбу. В спектакле обыграна и немая сцена. В отличие от пьесы, в постановке после немой сцены действие продолжается. Оно, можно сказать, предсказывает то, как чиновники будут вести себя с другим, уже настоящим ревизором. В 2022 году вышел спектакль «Сто лет в Макондо» по роману Маркеса «Сто лет одиночества». Это сложное хитросплетенное произведение в жанре магического реализма. В спектакле очень необычно показано время. Прошлое, настоящее и будущее как будто сосуществуют одновременно. Поэтому и персонажи живые и уже ушедшие находятся рядом друг с другом. Каждый из зрителей, пришедших на постановку, составит свое впечатление о спектакле и о том, что было самое важное по главной на сцене. «Сто лет в Макондо» – это прежде всего спектакль о судьбе, о свободе выбора. Не нужно сожалеть о прошлом и беспокоиться о будущем. Необходимо жить здесь и сейчас, надеясь на лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова